Добрый день, меня зовут Алексей Богомолов, и сегодня мы поговорим про организацию сети в Microsoft Hyper-V Server и про настройку дополнительных параметров сетевых интерфейсов и командной строки. О чем же пойдет речь? До начала я расскажу про то, что такое Microsoft Hyper-V Server, как он работает и чем сетевое взаимодействие в нем отличается от других. Потом мы рассмотрим приемы настройки дополнительных параметров сетевых адаптеров с помощью командной строки. Далее поговорим вкратце об вариантах организации виртуальных сетей на базе Hyper-V Server и в конце посмотрим демонстрацию всего вышесказанного. Начнем немного издалека и посмотрим, что же такое Hyper-V. Для тех, кто не знает, Hyper-V является не просто программой по управлению виртуальными машинами. Hyper-V это в первую очередь гипервизор, а это означает, что он устанавливается не поверх уже имеющейся операционной системы, а устанавливается непосредственно на голое железо. И это выгодно отличает его от таких систем виртуализации, как например Microsoft Virtual PC, либо VMware Workstation, которые в свою очередь ставятся поверх существующей операционной системы и фактически занимаются тем, что присылают все запросы от виртуальных машин в родительскую ось, на плечи которой уже и ложится их обработка. В случае же с гипервизором мы лишаемся этого промежуточного звена и получается так, что обработкой всех запросов от виртуальных машин к железу занимается именно он. Таким образом, после поднятия роли Hyper-V на сервере, родительская операционная система как бы сама становится виртуальной машиной. Если на сервере у нас будет достаточно много виртуальных машин, активно работающих с сетью, то может возникнуть такая ситуация, что сетевой физический адаптер будет перегружен. Так вот, чтобы такого не происходило, Microsoft ввела некий промежуточный элемент в схему сетевого взаимодействия виртуальных машин с физическим сетевым адаптером. В Microsoft Hyper-V появился виртуальный коммутатор, виртуальный сетевой коммутатор, задача которого состоит в обслуживании сетевого взаимодействия не только виртуальных машин с внешним миром, но и виртуальных машин с родительской операционной системой и даже виртуальных машин между собой. Теперь подробнее. Давайте посмотрим, чем же занимается виртуальный сетевой коммутатор. Если раньше все запросы от родительской операционной системы передавались непосредственно драйверу сетевого адаптера, а далее направлялись уже в локальную сеть, то после установки роли Hyper-V на сервере мы получаем такую ситуацию, что на физическом сетевом интерфейсе отключаются все компоненты взаимодействия с внешней сетью и добавляется новый компонент Microsoft Virtual Switch Protocol. А вместо бывшего интерфейса настройки передаются в родительской операционной системе, настройки передаются вновь созданному псевдоинтерфейсу, который, собственно, теперь и будет обслуживать все сетевые запросы родительской операционной системы. Причем, как вы уже, наверное, понимаете, эти запросы он будет направлять не напрямую во внешнюю сеть, а в виртуальный сетевой коммутатор, который будет решать, что с ними делать дальше. Виртуальным машинам будут присвоены также точно такие же псевдоинтерфейсы, которые также будут общаться только с виртуальным сетевым коммутатором. Здесь нужно иметь в виду, что если сервер имеет более одного физического сетевого адаптера, то выше описанные изменения коснутся только одного из них, и общение родительской операционной системы с внешним миром будет происходить через другой сетевой адаптер. Кстати, в Hyper-V есть два типа виртуальных сетевых интерфейсов. Первый – это стандартный виртуальный сетевой интерфейс. Он позволяет обмениваться данными внутри сервера на скоростях до 10 Гбит в секунду. Но, к сожалению, он может быть установлен только в операционных системах, поддерживающих установку служб интеграции. Что же касается других операционных систем, которых служба интеграции установить не получится, то тут Microsoft предлагает Legacy Network Interface. То есть это устаревший сетевой адаптер, который поддерживает скорости только до 100 Мбит в секунду. Но именно его и нужно будет использовать для загрузки виртуальной машины по сети, потому что на стадии загрузки системы подключить стандартный сетевой адаптер не получится. Теперь поговорим про типы виртуальных сетей в Hyper-V. Первое – это внешняя виртуальная сеть. В ней взаимодействие как виртуальных машин, так и родительской операционной системы с внешним миром никак не ограничено. То есть все запросы передаются в виртуальный сетевой коммутатор, а далее без задержек направляются во внешнюю сеть. Также есть внутренняя виртуальная сеть. Она применяется в том случае, если вам нужно исключить взаимодействие виртуальных машин с внешними сетями. При использовании внутренней виртуальной сети разрешено взаимодействие виртуальных машин только между собой и виртуальных машин с родительской операционной системой. Если же вам нужно, чтобы виртуальные машины общались исключительно между собой, то частная виртуальная сеть именно для вас. Для подключения виртуалки к частной сети, при подключении виртуалки к частной сети, она не сможет видеть ничего, кроме виртуальных машин, позвученных к той же самой частной сети. Даже родительский раздел ей будет недоступен. Теперь перейдем к настройке сетевого адаптера. Как многие из нас знают, управлять сервером, установленным в режиме кода, совсем не обязательно из командной строки. Для упрощения всех настроек существует Remote Server Administration Tools, которые в свою очередь здорово облегчают жизнь. Но, к сожалению, им не все под силу. Так, например, через R-SAT открыть девайс менеджер можно только в режиме для чтения. То есть изменить что-то в настройках сетевого интерфейса через так называемые картинки у нас не получится. Поэтому мы прибегнем к настройкам сетевого адаптера из командной строки. Как же нам включить либо отключить доступные компоненты сетевого взаимодействия на конкретном сетевом подключении? Как, наверное, многие догадались, данные настройки хранятся в системном реестре. И изменив параметры реестра и перезагрузившись, мы сможем добиться результата. Но проблема в том, что данные параметры разбросаны по нескольким веткам системного реестра и правильно изменить их все достаточно трудно. Поэтому мы пойдем другим путем и воспользуемся утилитой командной строки nvsp.bind. Данную утилиту можно найти на ресурсах MSDN и скачать по указанной на слайде ссылке. Она позволяет из командной строки просматривать состояние компонентов сетевого взаимодействия для конкретного сетевого подключения и, соответственно, включать либо отключать их. Также утилита может менять порядок просмотра системы сетевых подключений. Подробнее о том, как работать с ней, мы посмотрим в демонстрации. Далее перейдем к настройкам дополнительных параметров сетевого адаптера. Тут настройки также хранятся в системном регистре, но они сгруппированы и найти их можно в одной ветке, которую вы также видите на слайде. Изменять данные настройки проблем составить ни у кого не должно, поэтому здесь мы останавливаться на этом не будем, а посмотрим, как это делается подробнее в демонстрации. Теперь перейдем к созданию VLAN. Для экспериментов мы будем использовать адаптер производства фирмы Intel и рассмотрим утилиту командной строки proset.cl, которая позволяет управлять дополнительными настройками сетевых адаптеров Intel. Утилита данная устанавливается во время обновления драйвера сетевого адаптера и во время установки данного драйвера нужно поставить галочки, что мы хотим установить набор программного обеспечения proset и INS, то есть Advanced Network Services. Драйверы можно скачать из центра загрузки Intel по адресу, указанному на слайде. Кстати, обращу ваше внимание, что при планировании сети с разделением на VLAN в случае с Hyper-V может быть два варианта проброса VLAN до виртуальной машины. Первый, наиболее простой, это просто разрешить использование идентификаторов VLAN ID в настройках сетевого интерфейса виртуальной машины. Второй, несколько более затруднительный, но более гибкий, это использование возможностей сетевого серверного интерфейса по созданию псевдоинтерфейсов, слушающих только трафик, который интегированный определенными VLAN ID. Что для вас более приемлемо, выбирать только вам. В демонстрации мы посмотрим об этих вариантах. Давайте теперь перейдем к демонстрации. Демонстрацию проведем на полноценной установке сервера, лишь для того, чтобы продемонстрировать все возможности, все действия, произведенные в командной строке через картинки. Так, первое, что мы сделаем, это запустим командную строку от имени администратора. Далее нам нужно обновить драйвер нашей сетевой карты. Для этого пойдем в папочку C-Drivers. Там я уже заранее скачал с сайта Intel драйвер для сетевой карты данного сервера. И запускаем установку. Установка будет точно такая же, как и в режиме Core. И вот здесь вот нам нужно установить галочки ProSet и Advanced Network Services. Далее установка продолжается. Занимает она немного времени. И по завершению ее перезагрузка операционной системы не потребуется. Чтобы посмотреть, куда же интегрировались наши настройки, мы откроем свойства сетевого интерфейса. Вот у нас их, кстати, два. Physical LAN 1 и Physical LAN 2. Посмотрим. И вот здесь вот появились новые вкладочки. Valance, Teaming и Living Speed. Также убедимся, что на всех сетевых интерфейсах включены все необходимые компоненты сетевого взаимодействия. Теперь откроем диспетчер Hyper-V и создадим виртуальную сеть. Тот самый виртуальный коммутатор, сетевой коммутатор, о котором мы говорили в теоретической части нашего каста. Создадим внешнюю сеть. Для начала создадим внешнюю сеть. Прочитаем предупреждение о том, что возможно нарушение связи. Вот наш сетевой коммутатор создан. И образовалось еще одно псевдоподключение в списке всех сетевых подключений. Как мы видим, на физическом сетевом адаптере остался включенным только Microsoft Virtual Switch Protocol. В то время как на псевдоинтерфейсе остались включенными все те компоненты сетевого взаимодействия, которые и были на реальном. Теперь создадим внутреннюю сеть. И посмотрим, что получится опять же в окне сетевых подключений. Создался еще один псевдоинтерфейс. Также у него включены все сетевые компоненты сетевого взаимодействия. Теперь давайте создадим частную сеть. И вот при создании частной сети ничего в сетевых подключениях не появляется, потому что сеть будет обслуживать только виртуальные машины. Теперь для частоты эксперимента удалим обратно все наши интерфейсы. и перейдем к другим настройкам. Сейчас мы настроим, не настроим, а посмотрим, как изменять состав компонентов сетевого взаимодействия и посмотрим, как отключить протокол TCP-IP в S6, к примеру. Для этого мы воспользуемся озвученной ранее утилитой nvsp-bind, которую я опять же скачал и распаковал в папочку Hyper-V-Tools на диске C. Сейчас мы туда и перейдем. Вот здесь вот у нас лежит эта утилитка. И запустим ее с ключом в знак вопроса, чтобы посмотреть синтаксис. Здесь мы видим основные ключи для ее работы. И небольшое описание. Запустим без ключей данную утилиту, и она покажет нам список всех сетевых подключений на данном сервере с информацией о подключении и с информацией о сетевых компонентах, в том, включены они или нет. Давайте сейчас найдем наш Physical LAN 1. Вот он, Physical LAN 1. Вверху мы увидим Settings ID, а напротив TCPIP-V6 мы видим, что он Enable. Скопируем Settings ID, и именно его будем использовать в качестве параметров к утилите nvsp-bind. Используем этот параметр с ключом D и MS TCPIP-V6. Он отключит, собственно, TCPIP-V6 протокол. Вот посмотрим, действительно протокол отключен. Теперь мы его включим, изменив ключик D с D на E. И вот протокол, собственно, включен. Вот так вот просто мы можем изменять компоненты, набор компонентов, включенных в сетевом интерфейсе. Далее давайте обратим внимание на дополнительные настройки сетевого адаптера. Они находятся вот в этой вкладочке, если мы работаем в полной версии операционной системы. А если мы работаем в командной строке, то нам нужно зайти в реестр, перейти по пути, указанным в теоретической части демонстрации. Это local machine, system, current control set, control, классы. И вот здесь класс, указанный класс, да. Как мы видим, в данной ветке достаточно много сетевых интерфейсов. Чтобы найти нужный, мы воспользуемся с этим CD, скопированный ранее. Также мы их можно, нужный интерфейс, найти простым перебором и посмотреть драйвер descriptions. Здесь будет имя нашего интерфейса. Дополнительные настройки интерфейса хранятся в верхней части ветки. И хранятся они под знаком звездочка. Вот здесь мы можем увидеть header data split, jumbo packet, ну и все-все-все другие. Давайте посмотрим, как же они настраиваются. Вот, допустим, значение jumbo packet равняется 1514. Что оно означает? Как мы видим, оно означает Disable. И 1514 это значение по умолчанию. В папочке enum 1514 как раз означает Disable. Если мы изменим это значение в ветке 007, 307 на другое, то, соответственно, без перезагрузки оно будет применено и все у нас получится. Теперь посмотрим на header data split, к примеру. Он тоже Disable и 0 значение означает, собственно, Disable. Дополнительные настройки меняются тоже очень-очень просто. Теперь коснемся VLAN-ов. VLAN-ы в графическом интерфейсе добавляются также элементарно кнопочкой New. А чтобы в консоли добавить новый VLAN, нужно воспользоваться комплектом утилит ProSet. Для этого мы пойдем в C-Program Files. Здесь папочка Intel, DMX, CL и вот здесь лежит утилитка ProSet CL. С ней же лежит текстовый файлик, который нам рассказывает о синтаксисе данной утилиты. И одной из команд данной утилиты есть команда Adapter Create VLAN. Ее мы, собственно, и воспользуемся. Для этого перейдем в папочку с утилиткой. И наберем команду для создания VLAN-а, тестового VLAN-а с VLAN-ID, к примеру, 1, 2, 3. Это будет ProSet CL, Adapter, подчеркивание, Create VLAN. Потом номер интерфейса будет создан на первом интерфейсе. VLAN-ID будет 1, 2, 3 и назовем его, к примеру, тест 1, 2, 3. Все, VLAN у нас создался. Посмотрим в сетевые подключения. Вот мы видим, что образовалось новое подключение VLAN с тест 1, 2, 3. А на физическом интерфейсе у нас включился компонент Advanced Network Services Protocol, при этом все остальные отключились. То есть данный интерфейс для сетевого взаимодействия мы уже использовать не сможем. Нам нужно будет создавать, на нем можно создавать будет только еще дополнительные VLAN-ы. Так, давайте посмотрим, как теперь обстоят дела с пробросом VLAN-а до виртуальной машины. Создадим еще одну виртуальную сеть, к примеру, с сотым VLAN-ID. И посмотрим, что у нас в Hyper-V. В Hyper-V у меня установлена одна виртуальная машинка, это Windows 7. И для эксперимента сделаем одну внешнюю сеть на втором сетевом интерфейсе, к примеру. Назовем ее External-1. И через эту внешнюю сеть мы попробуем пробросить VLAN до нашего коммутатора, который находится за сервером, то есть это физический коммутатор D-Link. На нем тоже настроен VLAN. И вот эта виртуальная машина должна по задумке увидеть другой компьютер 177, который находится в сотом VLAN-е. Как мы видим сейчас, пинги не идут. Подключаем виртуальную машину к внешней сети. Смотрим. Пинги также не идут. Теперь на нашем внешнем коммутаторе разрешаем идентификацию виртуальной локальной сети по VLAN-ID 100. Применяем наши изменения. Смотрим. Пинги до машинки в данном VLAN-е пошли. Применим здесь другой подход. Создадим еще одну внешнюю сеть, но уже на базе нашего виртуального интерфейса, который будет слушать исключительно трафик, тагированный сотым VLAN-ID. Создадим на базе него еще одну внешнюю сеть. И точно таким же образом сейчас подключим его к виртуальной машине. Причем если подключить без VLAN-ID на виртуальном интерфейсе, то ничего у нас не получится. Пинги доходить в наш VLAN не будут. Здесь также нужно разрешать идентификацию VLAN для виртуального интерфейса. Сейчас посмотрим. Поставим заветную галочку. Напишем значение 100. И вот пинги пошли до 177-й машинки, которая находится в сотом VLAN-е, через псевдоинтерфейс на нашем физическом сетевом интерфейсе. Вот так, собственно, просто можно настроить двумя различными образами проброс виртуальной сети до нашей виртуальной машины. Теперь давайте обратим внимание вкратце на загрузку виртуальной машины по сети. То есть про PixiBoot. Выключим нашу машинку. Как уже говорилось в теоретической части, стандартный сетевой адаптер не позволяет загружать машину по сети. Поэтому нам нужно установить устаревший сетевой адаптер Legacy Network интерфейс. Подключим его, к примеру, External 1 к внешней сети. Сохраним и не забудем в BIOS указать загрузку с этого устаревшего сетевого адаптера. Сохраним в настроечке. И если теперь запустить нашу виртуальную машину, то пойдет стандартный PixiBoot, как и на обычных компьютерах, пойдет запрос к DHCP серверу. Далее будет получение от него IP адреса и так далее, и тому подобное. Дальше мы смотреть на это не будем. Здесь все просто. И перейдем к завершающей части нашего вебкаста. Ну а завершающая часть нашего вебкаста будет, собственно, состоять из списка полезных ссылок. Это первый, естественно, сайт microsoft.com и раздел, посвященный Hyper-V. Потом сайт msdn, где можно скачать nvspbint-утилитку. И последняя ссылочка, которую я хотел бы вам дать, это сайт itband.ru. Там есть статья про настройку VLAN на Hyper-V. Очень полезная статья. Все. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok